Здравствуйте, дорогие запорожцы! Я Радченко Раиса Сергеевна, кандидат в народные депутаты Украины по 75 округу. Гражданин Украины, живу в городе Запорожье всю свою сознательную жизнь. В настоящее время я иду на выборы, потому что интересы народа должны представлять граждане, которые живут одними интересами со своими избирателями. Только объединившись, сплотившись вокруг общей стратегии, опираясь на знания и опыт каждого из нас, можно изменить ситуацию в стране к лучшему. Самое страшное, что в стране совершенно не работает закон. Закон для всех, справедливость каждому. Если в правительстве порядочность, в стране порядок. Я не хочу допустить страшного разделения граждан Украины на 90% бедных и 10% богатых олигархов. Народ, доведенный до крайности, нищета, голод, безработица. Это приводит к массовым кровавым событиям. По всей Украине гибнут ни в чем невинные люди. Революция чести в Украине ставила перед собой задачи добиться для всех новой жизни через внедрение новых норм и правил. Взаимоотношения в нашей стране. И мы многого добились. Под натиском народа Янукович, его орденоносцы удрали из страны. Но кто помог? Януковичу, Закарченко, Пшонке, их многочисленным помощникам и советникам, министрам-преступникам удрать и вывести с собой награбленного у украинского народа. Кто помог сбежать Пеклушенко, Сербе, Кирилюку? Почему до настоящего времени работают все те же работники судов, прокуратуры, все те же работники милиции, Курочкины и им подобные, работники горисполкома, мэр, работники обл. администрации? Факты преступлений не расследуются. Виновные к ответственности не привлечены. Украинские миллиарды денег сегодня работают против Украины. Нерасследованы убийства небесной сотни, избитых и раненых на Грушевского, Хрещатике, Институтской, Марининском парке, на Запорожских Майданах. Не отменен Барфорский пенсионный закон, который обязывает идти на пенсию женщин в 60, а мужчин в 65 лет. Не отменен грабительский налоговый кодекс. Не отменено постановление о невыполнении решения судов по пенсиям афганцев, чернобыльцев, детей, войны. Не отменен закон Олейника о списании долгов в размере 26 миллиардов, которые должны 6 олигархов Украины за энергоресурсы. Не привлечены к ответственности деятели, которые вложили больше 10 миллиардов в фирму Hyundai. А не в Луганские тепловозные, не в Кременчуцкие вагоностроительные заводы. Не расслованы счета, собственность подозреваемых. Не привлечены к ответственности и не расследуются дела, виновных разворованных денег на постройку запорожских мостов. Нам обещали еще в 2012 году встретить Новый год на мостах, но сегодня уже заканчивается 2014 год. За это время мосты могли стоять из золота. Нет серьезных экспертиз и расследований по Украфтодору, особенно автодорога Киев-Одесса. Не обеспечен возврат денег, а это миллиарды. Не заведены и не расследуются уголовные дела по миллиардных оборотах Богатырева и ее сына. Ее ближайшего соратника Пинчук. Не сидит в тюрьме главный психиатр Запорожья Поталах и его сослуживцы. Нет в серьезных расследованиях о нахальных отжимах денег закупок вышек Бойко. Ведь это дело, по своему доказательству, простейшее и уже давно должно быть в суде. Где так нужная, долгожданная, единственно законная программа реформирования ЖКХ? Не навешивая ни лапши на уши народу, не имеющая никакого отношения к реформе ЖКХ, программа создания ОСББ. Мне кажется, что новая власть, взявшись карать попередников за все эти правонарушения, во-первых, новая власть и сама могла бы не красть. Не злоупотреблять властью, не сберегать те самые коррупционные схемы. К большому сожалению, первые шаги власти явно антинародные, коррупционные, аморальные. Одно из первых решений поднять стоимость газа для населения на 120% – это преступление. Что утверждает, что это требует Европа? Это просто сплошное вранье. Чтобы украинский нафтогаз стал прибыльным, не надо закупать было на 300 миллионов гаек, не надо было на 600 миллиардов закупать болтов. Это еще одно из суперкриминальных дел. Президент, майдановцы и весь народ должны знать, в 2013 году Украина использовала 50 миллиардов кубов газа. При этом внутреннее добывание – 21 миллиард, с головой достаточно для нужд населения и страны. и причем эта цена очень смешная – по 60 долларов за тысячу кубометров. То куда идет дешевый внутренний газ добычи? Почему население должно платить, отказываясь себе в еде, лекарстве, оздоровлении, а 20-30 семей просто жирует на отечественном газе? Более того, сейчас принято решение о повышении цен на энергоресурсы. Почему наше общее достояние продано за гроши в частные руки? Кто позволил? В Украине огромный переизбыток энергоресурсов, и другие страны пользуются нашим достоянием за 9-12 копеек за 1 киловатт. А наш народ, хозяин, платит 37 копеек за 1 киловатт. Повышены цены на воду. И так на все и сразу. Что изменилось? Хуже работает АЭС? В Днепре вода покрылась золотом? Перечень можно продолжать и дальше. Коррупционные схемы виновны в том, что каждый из нас стал более беднее в тысячу раз. Хочу также сказать, что бандитский захват облэнерго – приватизация, задуманная еще кучмой. И с великой радостью и удовольствием принята новой властью. Вот новая власть, именуемая себя от Майдана, приняла решение о повышении цен на электроэнергию. И сразу все, где используется электроэнергия, поднялось в цене. Хлеб, молоко, все товары, предметы. Я могу этот список продолжать очень долго. Но чтобы изменить хотя бы на несколько процентов, я иду на выборы. Я знаю, как это делать. Но без вашей поддержки ни я, ни кто другой не справится. Новому правительству нужно первое, не сегодня, а уже вчера провести кадровое очищение всех структур власти – судов, прокуратуры, СБУ, милиции, госполковам, обл. администраций. Вернуть все, что олигархи украли у страны, у народа. Государственную собственность. Стать собирателем украинской нации. Через доверие, через откровенность, через честные и умные шаги. Наконец прислушаться к народу. Каждую секунду помнить, что хозяин народ, что его воли и изъявления – это закон. Что избирает он нас, а вы – слуги народа, а не наоборот. За многие годы я накопила огромный опыт. И с этим я иду в Верховную Раду. Хочу сказать еще, что без вашей поддержки, без наших совместных действий мы не справимся со своими задачами, поставленными перед собой. Поэтому я искренне прошу и жду вашей поддержки, ваших голосов. Спасибо. До свидания.